Древние римляне любили спорт и развлечение, а как раз в Колизее проводились самые грандиозные игры во всем Древнем Риме. С его гладиаторами, сменными аренами, экзотическими животными и редкой реконструкцией военного морского флота, быть зрителем в Римском Колизее было по-настоящему интересно. Толпы из 50 тысяч человек, представляющих все регионы и социально-экономические слои империи, собирались на стадионе, чтобы посмотреть шоу и отдохнуть от отвратительной повседневной жизни Рима. Они наслаждались едой, вином, музыкой и театральными представлениями. Самое приятное было то, что за все это платил сам император. Мероприятия, проводимые в Колизее, были настолько разнообразными, что зрители никогда не знали, чего ожидать. Сегодня поговорим о том, что если бы вы оказались зрителем Колизея на один день. Не забывайте подписываться, а если хотите почувствовать себя императорами, то проспонсировать следующее выступление на арене нашего канала можно на Boosty и Donation Alerts по ссылке в описании. Итак, это история по-черному. Поехали! Вы обычный гражданин Рима по имени Марк. Вам приходится много работать, чтобы прокормить семью. Но иногда вам нужно отдыхать. Доступных развлечений было не так уж и много, но у вас всегда есть Колизей. Вход в Колизей был бесплатным. Это было одним из многих преимуществ римского гражданина. Даже несмотря на то, что по слухам билеты выдавались только членам определенных клубов, у вас всегда были хорошие знакомые, которые бесплатно снабжали вас местами на большой арене. Поэтому вас удивляли рассказы кого-то о том, что продажа билетов иногда происходила подпольно. Сегодня как раз день, когда Колизей ждал своих гостей. Подойдя к огромному сооружению в центре города, вы видите 76 дверей, которые ведут четыре разные секции Колизея, каждая из которых предназначалась для разных социально-экономических классов. Элита всегда занимала лучшие места в Колизее в первом ряду, расположенном на подиуме, приподнятом на два метра над полом арены. На том же подиуме в своей ложе сидел император. Подиум и еще несколько рядов составляли первый ярус, где за представлением наблюдали около двух тысяч представителей римской элиты. Второй ярус вмещал около 12 тысяч человек и состоял в основном из богатых и высших слоев римского общества, включая торговцев и правительственных чиновников. Вам же нужен был третий ярус, который зарезервирован для римских граждан. Да, видно не так хорошо, как на двух первых, но лучше, чем на четвертом. Последний уровень, самый дальний от места действия, как правило, предназначался для женщин и бедных слоев населения. И чтобы не потеряться, на вашем билете всегда была надпись с ярусом и нужным вам местом. В честь очередного праздника крови сегодня в Колизее присутствуют 50 тысяч зрителей. И совершенно неудивительно, что толпа такого размера привлекла многих торговцев. За пределами Колизея торговцы и уличные продавцы предлагали посетителям еду и различные безделушки. Но вам было интересно другое. Перед тем, как прийти к своему месту, вы нашли маленький прилавок с листками бумаги. На этих листках была программка, на которой была записана подробная статистика гладиаторов. Ваш любимец, сносивший имя когда-то великого гладиатора Спартак, все еще шел без поражений. Для тех, кто проголодался, торговцы предлагали сосиски, нут и разную выпечку. Оказавшись внутри Колизея, зрители могли приобрести сладости, вино и другие мелкие закуски. Некоторые посетители также могли получить при входе деревянный шар со специальным жетоном внутри. Жетоны можно было обменять на специальные призы, еду или деньги. А самые везучие могли выиграть и право собственности на жилье. Колизей – это массивное сооружение, занимающее около шести акров земли, высотой от 12 до 15 современных этажей и вмещающее 50 тысяч зрителей. Несмотря на то, что само сооружение было величественным, большая часть зрителей находились в тесноте. По сравнению с другими аренами в Колизее были маленькие сиденья. И каждый человек, за исключением первого яруса, был обязан ютиться на своем месте, тесно прижимаясь к соседям. Ширина сиденья была примерно 40 сантиметров и всего 70 сантиметров для того, чтобы вытянуть ноги. В ожидании представления вы оглядываетесь по сторонам. Колизей, без сомнения, был самым большим амфитеатром в римском мире. Но из-за его огромных размеров зрители четвертого яруса, вероятно, не видели и не слышали большую часть происходящего. Колизей был высотой примерно в 15 этажей, а самая высокая его часть располагалась на стене, которая возвышалась на 5 метров выше остальных зрителей. Толпа наверху, состоящая в основном из женщин и бедняков, очень сильно напрягалась, чтобы разглядеть представление в центре арены. Несмотря на то, что они и могли услышать рев зверей, разглядеть, кто победил, им почти не удавалось. Сегодня жарко, подумали вы. Да, средиземноморская жара может быть очень суровой. Но хорошо, что Колизей достаточно продуман, и у него есть Вилариум. Вилариум представлял собой систему регулируемых навесов здания, спроектированных аналогично корабельным мачтам и парусам. Есть даже целая команда, дислоцированная недалеко от Рима, назначенная для управления Вилариумом Колизея. Используя веревки и шкивы, они натягивали большой кусок ткани или более мелкие отдельные полосы на верхнюю часть конструкции и заслоняли знойное солнце. Колизея никогда не бывало тихо. Даже сейчас, когда завороженная толпа наблюдает за установкой Вилариума, музыканты готовились к началу представления и потихоньку начала доноситься музыка. На каждом шоу звуки труп, рожков и водяных органов сопровождали удары мечей, пока гладиаторы сражались друг с другом или с экзотическими животными. Иногда музыканты даже играли в напряженный момент. Например, когда император решал, проявил ли гладиатор достаточно храбрости, чтобы остаться в живых или нет. Однако музыка была больше, чем простым сопровождением или фоном. Это служило сигналом для рабочих сцены. Музыка подсказывала, когда нужно выпустить дикое животное на арену или когда вот-вот начнется следующий бой. Учитывая, что музыканты наращивали темп, значит представление скоро начнется. Единственное, что знал Марк, то есть вы, сегодня не будет морских баталий. В Колизее было множество различных возможных развлечений. Даже несмотря на то, что на многих изображениях арены видны сидения, окружающие песчаную яму, пол имел сложную планировку стен и помещений под деревянной платформой. Элементы декорации поднимались через пол Колизея, создавая новые сценарии для каждого шоу. Среди запутанных пещер под Колизеем были даже сточные каналы для осушения арены, после представления военно-морского флота, называемого Наумахией. Деревянная платформа и ее опоры убирались с пола Колизея. Затем воду отводили из акведука в центр, создавая искусственное озеро глубиной в полтора метра. Маленькие корабли доставляли на стадион, чтобы воспроизвести известные морские сражения из более ранней истории. Ну и импровизировать более конкретные детали битвы. Первое упоминание о Наумахии появилось еще до Колизея, но есть и записи о том, что некоторые из представлений заканчивались катастрофой. Согласно историку Кассию Диону, в 86 году н.э. в честь императора Тита была проведена Наумахия, но в разгар нее на Рим обрушился сильный ливень. Колизей затопило выше стандартного уровня для военно-морских соревнований, и каждый член экипажа погиб вместе с большинством зрителей. Однако правдивость этой истории вызывает некоторые сомнения, поскольку Касси Дион писал о событии, которое происходило примерно за два столетия до его рождения. Ну, наверное, ничего страшного, что не будет вводного представления, ведь, кажется, сегодня обещали дождь. Император выседал на своем месте, и, кажется, что-то начиналось. Открываются ворота, и представители Людусов презентуют своих воинов. Довольно странно, что многие относятся к гладиаторам как к порабощенным людям, или тем, кто нарушил закон, и тем самым получает смертный приговор на арене. Ведь это не всегда было так. Ведь вы знали, что многие римляне добровольно записывались в гладиаторские школы, чтобы стать профессионалами. Для тех, кто это делал, знал, что преимущество быть победоносным гладиатором перевешивали присущий этой работе риск, потому что гладиаторы могли завоевывать призы и славу. Гладиаторам в Риме относились как к знаменитостям, почти как к современным спортсменам. Римские дети даже покупали глиняные фигурки, изображающие знаменитых бойцов. Да что там дети, у вас у самого на полке была статуэтка Спартака. Победители иногда заводили романы с аристократическими женщинами, и граффити из Помпеи расхваливали их доблесть и бесстрашие. Среди женщин ходили разговоры, что гладиаторский пот считался афродизиаком, поэтому римляне иногда добавляли его в свои кремы для лица. Несмотря на страсть к боям, у всего этого был нюанс, который вам не особо-то и нравился. Одним из многочисленных шоу, происходящих к Олюзее, была охота на животных. Специальные гладиаторы, называемые бестиариями, сражались с дикими животными, обитающими по всей Римской империи. Среди животных были львы, тигры, медведи, бегемоты, слоны, олени, жирафы, да и даже киты. Бестиарии сражались с комбинацией как безвредных, так и потенциально опасных животных. Но бойцы редко подвергались риску. Из тысячи животных, убитых в течение одного дня, многие были убиты издалека с помощью копий или луков. Гладиаторы уходят по трибунное помещение. Император берет свое слово и снова начинает разглагольствовать о том, как велик Рим. Сколько мы достигли и сколько еще впереди. Немного погрузившись в себя, вы задумались о происхождении этого великого сооружения. После катастрофического правления императора Нерона и трех других правителей в течение года, император Веспасиан пришел к власти и дистанцировался от образа личной роскоши и богатства, ассоциирующегося с его предшественниками. С помощью пропаганды и грандиозных проектов по всей империи, Веспасиан утвердился в своем видении лидера, который работал на благо римского народа, а не на свои желания. Одним из таких проектов общественных работ стал Колизей. Веспасиан лично заказал этот проект в качестве развлекательного заведения для жителей Рима. За 10 лет между 70-м и 80-ми годами нашей эры Веспасиан снес личные владения Нерона и на их месте построил огромный Колизей. Однако в то время его так никто не называл. Вместо этого он был известен как Амфитеатр Флавиев в честь императорской семьи. Так почему же мы называем его Колизеем? Само название датируется только 11-м веком, и большинство историков считают, что оно названо в честь Колосса Нерона. Большой бронзовой статуей, заказанной Нероном, которая когда-то находилась недалеко от того места, где был построен Колизей. Вас отвлек шум толпы. На арене уже в самом разгаре проходил бой вашего фаворита Спартака и еще нескольких гладиаторов. Удар, еще удар, Спартак уходит на расстояние от противника и... Вот таким был Колизей. Надеюсь, что вам понравилась наша экскурсия, ведь в следующий раз мы отправимся в Англию. Но если вы хотите заскочить куда-то еще, то я с радостью сделаю остановку. По традиции канала давайте напишем в комментариях, теперь и я побывал в Колизее. Спасибо, что досмотрели до конца и поддерживаете традицию. Не забывайте подписываться и обязательно оценивать ролик лайком. На сегодня у меня все, а это был Олег Черный. Всем пока.